С вами 31-й очередной информационно-аналитический выпуск портала Интернет-Собор. Мир вам! 10-23 марта в неделю крестопоклонную в Греции, в Афинах, произошло торжественное богослужение, на котором установилось евхаристическое единство самого большого старостильного так называемого Хрисостомовского синода истинной православной церкви Греции, русской православной церкви за границей и старостильных синодов Греции, Румынии и Болгарии. Об этом важнейшем событии в нашей студии беседует первый иерарх русской православной церкви за границей, митрополит Агафангел, и настоятельница свято-иоанновского женского монастыря, игуменя Александра. ПЕСНЯ Благословитель Владыка, вы как раз вернулись из Греции на днях, и мы очень интересуемся, как произошло вот это соединение старостильных греков. Если возможно, расскажите нам. Боб благословит. Да, действительно, в эту неделю крестопоклонного совершилось удивительное событие. Я даже смотрю на него как на чудо, потому что обычно все разделяется, вот то, к чему мы привыкли, к большому сожалению. А здесь получилось так, что Господь соединил в этот день то, что разъединил дьявол. И это действительно, это как воскресенье, как вот соединение вместе, то, что было разделено. И это был действительно большой праздник, и многие радовались, многие плакали, храм был переполнен. Были представители старостильников, соединились греческий синод Истинно-Православной Церкви Греции под председательством Архиепископа Калиника, и синод противостоящих, он вошел в состав синода Истинно-Православной Церкви Греции под председательством Митрополита Киприана. Так что, как бы, синода противостоящих уже нет. Есть единый синод Ипоциа Греции под председательством Архиепископа Калиника. Это очень усилило, можно так сказать, позиции антиэкуминистов, всех, кто стоит за чистоту православия. И это действительно величайшее, очень большое событие последних лет, или не знаю даже, какой период здесь можно взять. Это очень действительно большое и удивительное событие. Так что мы там подписали, я тоже, документы соответствующие, что мы вероисповедны, и слава Богу, что это совершилось. Конечно, на этом предшествовал долгий довольно-таки диалог, согласовывали свои взгляды, такие греки, синода архиепископа Калиника. У них, как мы считаем, такие более строгие взгляды. И синод противостоящих Митрополита Киприана, которые более широко, более близко к зарубежной церкви. И мне там довелось участвовать тоже немножко в этом диалоге накануне, когда я прилетел. Я и Владыка Георгий, наш секретарь, и дьякон Михаил, вот мы втроем были. И мне довелось там поучаствовать вот в этих согласованиях в пятницу уже во второй половине дня. В первой половине дня мы прилетели, сразу поехали в монастырь, там где велись эти переговоры. Вот мне там задали вопросы, которые смущали синод архиепископа Калиника. Но мои ответы их удовлетворили, как я понял. И мне очень они понравились, эти греки. Я раньше с ними так близко не встречался, с синодом, с архиереями их. Это отдельно так, в общем-то, были разные контакты. Но вот так, чтобы присутствовать среди синодов, такого мне раньше не доводилось. И они мне очень понравились. Они такие простые люди, без всяких каких-то, знаете, там, таких претензий каких-то там особых. Вот они с нормальными лицами человеческими. Никакие не фанатики, никакие там недоступные какие-то там с высоты смотрящие. Вот. Очень симпатичные люди. И самое главное, что они... Я увидел, что они готовы разговаривать. Они готовы идти на уступки какие-то разумные. Они готовы слушать нас внимательно. И как бы принимать какие-то соответствующие, такие адекватные решения. Вот. И это очень важно как раз. И тот согласованный документ, который мы подписали вероисповедной, может быть, там кому-то покажется, что он жесткий довольно в глазах наших, скажем, некоторых там, может быть, священников и епископов и прихожан. Но это действительно документ, который является таким компромиссом, конечно, не в области веры, а в области совершения чинопоследования, там, таинств, там, чиноприема. Чиноприем – это не какой-то догматический такой важный, принципиально важный момент. И они пошли тоже на очень большие уступки относительно своей практики, которая у них была до этого. То есть, вот он, как бы для нас, он строгий, этот документ, а для них это, наоборот, как бы уступка такая, для них это, наоборот, такой документ очень вольный, так сказать. И, ну, это взаимный компромисс. Но самое главное, что мы договорились, что мы готовы дальше друг к другу, как бы, привыкать и с уважением относиться, они будут к нашей практике, мы будем с уважением и с пониманием относиться к тому, что сложилась у них какая-то традиция. Вот. И вот это очень важно. Но, конечно, вот ради такого единства совершившегося, конечно, надо было идти на какие-то уступки. Потому что так, чтобы занять такую позицию и сказать, что вы должны полностью с нами соглашаться и нам поклониться и все принимать, как вот у нас, это, если занять такую позицию, то не будет никогда ничего. Всегда стороны имеют какие-то свои вещи, которые для них принципиальны, а есть такие, которых они готовы уступить. Вот. Так что здесь уступили и мы в сторону более такой, может быть, строгости к совершению того же крещения, для них это очень важно. В общем-то, но мы и должны, в общем-то, крестить это полным погружением, мы это и крестим полным погружением. Вот. И те, кто к нам присоединяются, вот мы тоже обязаны там спрашивать, как они были крещены. И если они были крещены так, как вот сейчас практикуются, скажем, вот в московской патриархии, там за 10 минут никакого неисповедания веры, и их там как-то мажут водичкой, и все это. И это назвать крещением, конечно, очень сложно, в общем-то. То есть сейчас вот мы, когда принимать будем там священников, мы обязательно должны спрашивать, как они крещены, и чтобы потом не было смущения. И мы оговорим это, каким образом мы будем принимать таких священников, чтобы не отталкивать, но в то же время, чтобы соблюдать какое-то чинопоследование, чтобы было соблюдено, чтобы действительно, потому что крещение, при котором не исповедует человек свою веру, которого крестят, то есть он не знает вообще, во что он крестится, значит, что вокруг происходит, и что это, вот это ненормально, конечно. И, к сожалению, у нас там зачастую бывает, что может быть там где-то на приходах, и батюшки себе там какой-то там упрощают этот вопрос, в общем-то. Так что надо, я, наверное, издам такой указ, еще раз обращу внимание, что вот надо относиться более внимательно, значит, вот к этому таинству. Для них это очень важно, вот. Так что я думаю, что это даже правильно, в общем-то, вот так вот более серьезно подходить к таинству крещения. И у нас тоже это очень, так же, как меня тоже, когда я тоже смущалась, меня крестили во время войны. Я родилась во время войны, и точно не знала, как меня крестили. И владыка как раз, еще жил тогда владыка Филарет, и он мне сказал, вот когда ты поедешь в святую землю, чтобы тебя окунули в Иордане три раза, и полное было погружение, потому что я действительно, я не знала, мама моя не присутствовала при моем крещении, потому что меня повезли знакомые, потом отец меня повез, отца нет, отец пропал на войне. Так что я правда не знала, каким образом. Я знала, что мне рассказывали, что такая была практика, что 30 человек крестили за один раз. Обычно так вот все становились. Так что, наверное, крещение, наверное, было обливанием. Наверное. Но владыка Филарет мне посоветовал таким образом восполнить. И так меня восполнили в моем крещении. Конечно, безвыходных положений нет. И всегда можно найти какую-то возможность, какую-то соблюсти то причинопоследование, которое предусмотрено нашим требникам, предусмотрено нашей практикой. И все это, чтобы не идти на поводу у апостасии и упрощать вообще все, и сводить это таинство к какому-то формальному процедуре, когда не надо ни веры, ничего, просто уже присутствие, и человек не знает, что вокруг происходит, и потом это называют крещением. Конечно, это справедливо, в общем-то, что они опасаются, что их это смущает, что сейчас вот такая практика, они это прекрасно знают, что происходит, и их это смущает, в общем-то. Ну, нас это тоже смущает, так что вот в этом плане наши взгляды, я думаю, что это совпадает. Динаковые, конечно. Ну да. Тем более, что мы с этими греками синода, раньше был архиепископ Хризостом, сейчас архиепископ Калиник, мы уже и раньше с ними имели доброе отношение. И я там встречался в Нью-Йорке с архиепископом Павлом, да, и Христодулом, они наши друзья, все мы вместе не молились, не служили, но зато поздравляли друг друга с праздником, я навещал в больнице владыку Павла. У нас очень добрые и такие хорошие были взаимоотношения, такие человеческие. И вот матушка тоже, наверное, тоже каким-то образом. Да, каким-то, именно через владыку Филарета, владыка Филарет с ними общался, и они всегда на все праздники всегда поздравляли, приезжали. И владыка Филарет тоже их так же поздравлял. Мы не сослужили с ними вместе, но тоже вот это вот было воссоединение именно в этом же храме, где вы как раз были, где владыка, тогда архиепископ Леонтий, их тоже там хиротонисал с кем-то там, я уж точно не помню, но я помню, что это было по благословению Синода и владыки Филарета. Так что это слава Богу. Я только радуюсь. Да, Синода это утвердил и подтвердил действительность этих хиротоний. Мне так жалко, что владыки Филарета в живых нет, он бы просто ликовал бы сейчас. Да, ну мы ликуем тоже. Это действительно было такое торжество и такой праздник и радость. И там никто не высказывал никаких сомнений, каких-то там, знаете, недовольств, там или еще чего. Это просто сплошная радость, вот это воссоединение. Это действительно, слава Богу, что оно совершилось, и слава Богу, что теперь у нас усилились, увеличились наши силы. Я тоже там сказал, что это тяжелый крест христианина. Чем дальше, тем больше он тяжелее становится в наше время отступления. И теперь вот наши силы объединились в смесении этого креста, Евангелия, благовествования. И теперь нам будет легче вместе, друг с другом осуществлять вот это исповедание чистого, неповрежденного православия. Так что слава Богу за то, что это все произошло. Спасибо Господи, вот это, что вы так это все описали. А как долго это вот продолжалось? Это вы просто служили вместе, сослужили, и теперь каждый священник, например, наш, может у них благословение на это есть, чтобы сослужить? Да, ну конечно, раз мы уже сослужили вместе, то уже мы все можем служить отдельно, священники, приходы. Теперь к этому синоду архиепископа Калиника относятся известные монастыри в Сегмену на Афоне, так что если кто-то поедет на Афон, они уже могут помолиться и причаститься в этом монастыре, это уже наши братья. Это действительно очень замечательное событие. Так что слава Богу. Да, да, да. Спасибо Господи. Спасибо Господи. Сегмену на Афонах 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok